В конкурсе Минэкономразвития наш округ выиграл 8,5 миллионов рублей. Куда будут направлены такие финансовые средства, расскажем очень скоро. Доверие к людям в погонах возрастает, а количество преступлений снижается. Об этом и не только говорили участники заседания по профилактике правонарушений. Соцподдержка отдельных категорий граждан набирает обороты. Изменения в соответствующие законы рассмотрели окружные парламентарии. На Ленмаре прошло заседание Совета по развитию гражданского общества. В нем приняли участие представители общественности и окружной администрации. Собравшиеся заслушали отчеты о поддержке некоммерческого сектора в прошлом году и обсудили перспективы на текущий год. На поддержку некоммерческого сектора в 2014 году предусмотрено 10 миллионов 600 тысяч рублей. Речь идет только о социально ориентированных НКО, обществе слепых, организациях инвалидов и спортивных секциях. Преимущественно помощь распределяется в виде грантов на конкурсной основе. При этом год назад наш регион впервые участвовал в конкурсе Минэкономразвития на предоставление субсидий для поддержки некоммерческих организаций и был признан победителем, за счет чего получилось с федерального бюджета 4 миллиона рублей. Конкурс «Аниенский автономный округ» был признан победителем и между округом и Министерством экономического развития России было заключено соглашение о предоставлении субсидий с федерального бюджета на сумму 4 миллиона 156 тысяч рублей. Все средства были освоены в виде грантов, которые предоставлялись на конкурсной основе в прошлом году. В 2014 году регион снова участвовал в конкурсе и выиграл почти вдвое больше – примерно 8,5 миллионов. Эти средства округ рассчитывает получить в ближайшее время, и тогда снова будет объявлен конкурс грантов среди НКО. В этом году уже прошло три конкурса на поддержку социальных проектов организации и один на предоставление субсидий. Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Татьяна Бадьян обратила внимание собравшихся на работу с молодежью. По мнению омбудсмена, в регионе не слишком много организаций, занятых в сфере социализации молодежи. Как-то обратить на это внимание, именно на увеличение социальной деятельности молодежи, не сколько, допустим, старшеклассники, именно молодежи до 35 лет. В заключении собравшихся представителей общественности проинформировали о создании общественных советов при органах государственной власти Ненецкого округа. Такие коллегиальные совещательные органы сегодня создаются при всех управлениях и комитетах для развития их взаимодействия с гражданами. Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Вопросы реализации системы видеонаблюдения «Безопасный город» на территории округа и профилактики немедицинского потребления наркотиков обсудили представители органов власти региона на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, речь шла об обеспечении безопасности образовательного процесса в школах и детских садах, а также состоянии преступности. По результатам исследования общественного мнения, Ненецкий округ характеризуется как относительно благополучный. По словам заместителя начальника ОМВД России по Ненецкому округу Александра Агрыська, на протяжении последних лет уровень преступности на территории региона остается стабильно ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и по России в целом. Снизилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, грабежей, истязаний и хулиганств. Также, по информации представителей правоохранительных органов, снизилась противоправная активность лиц, ранее совершавших преступления. Сократилось и количество уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Около двух тысяч жителей обратились за помощью в полицию. Рост обращений увеличился почти на 46%, что говорит о возрастающем доверии людей к людям в погонах. Субтитры предоставил DimaTorzok Изменения в законы, касающиеся соцподдержки отдельных категорий граждан, рассмотрели в первоочередном порядке. Так, например, родственникам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые умерли до 12 июня 1990 года, планируется оказать поддержку в натуральной форме. Поддержка подразумевает изготовление, доставку и установку памятников. Такими полномочиями будут наделены администрации муниципальных образований округа. Будет происходить следующим образом. По тем захоронениям, которые мы выявили на сегодняшний день, которые 513 сформированы, сельские поселения о нем уже все знают, городское поселение и городский округ. Соответственно, после принятия закона они будут формировать аукционную документацию и торговать по уже конкретно этим захоронениям, установке памятников на этих захоронениях. Рассмотрели и вопрос об участии жителей округа в охране общественного порядка. В проекте закона регламентируется процесс создания и правовое положение народных дружин. Также в законопроекте предусмотрены образец и порядок выдачи удостоверения, образцы отличительной символики. Предлагается утвердить образец удостоверения народного дружинника, а также образцы отличительной символики народного дружинника. Это нагрудный знак и нарукавную повязку народного дружинника, которые будут изготавливаться народными дружинами. Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых средств из окружного бюджета. Кроме того, обсудили бюджетный процесс в Ненецком округе законопроект о государственном частном партнерстве. Все одобранные законопроекты будут приняты на сессии окружного захсобрания. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Заседание экспертного совета по профилактике распространения экстремистской и этносепаратистской идеологии, идеологии терроризма среди населения Ненецкого округа прошло в Наринмаре. Члены совета рассмотрели предложения по повышению эффективности действий органов госвласти региона и местного самоуправления по профилактике террористических угроз. Мнения были высказаны по итогам проведенных в Ненецком округе социологических исследований. В настоящее время разработан проект государственной программы, в состав которой включена под программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком округе». Участники заседания отметили необходимость организации ежегодных общественно-политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября. В этот день в Наринмаре предлагается силами общественных организаций провести массовую акцию, направленную на противодействие терроризму. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. На пицца досыта они мечтают уже давно. Станет ли это реальностью для жителей Каратайки, разбирался Дмитрий Щепанов. Хочешь плавать? Любей тихосмотр проходить. Открытие лодочного сезона диктует свои правила. Лайтхаус-кафе. Это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня. Это мгновения, ради которых мы живем. И для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Поставки основных видов топлива в 7 населенных пунктов, расположенных на Печоре и Малых реках, завершены в полном объеме. Это Харутаха, Ривер, Коткино, Щелина, Тошвиско, Лабожская и Пылемец. На 100% выполнены поставки масел и смазок по речному направлению. Завозом топлива в населенные пункты занимается Север-Жилкомсервис. Достаточно активно идет завоз дров по Печоре. Завершены поставки в Макарово, Хангурее и Великовисочное. По морю дрова поставлены в Несичижу. Вензиге разгрушены судно с углем. Годовой запас ГСМ поставлен в Оксино. Первую партию горюче-смазочных материалов ожидают и в Нижней Пёше. Продолжается завоз дистоплива Великовисочное. Доставлено 530 тонн или 80% от плана. Выполнены на 100% поставки дистоплива в Несичижу. В ближайшее время начнется развоз угля для населения по дворам. И мы также ожидаем заход боржи с бензином для населения в Бочкатаре. Из расчета две бочки на хозяйство, такой объем был определен за Полярным районом, были заключены договора с населением и заказано необходимое количество. Поставки бензина выполнены в Харивер и Харуту. По Печоре этот вид топлива должен быть поставлен также в Великовисочное. Морским путем бензин в объеме 615 тонн будет поставлен в 11 населенных пунктов. Жители Каратайки едва ли не самые запасливые люди в Ненецком округе. К такой жизни сельчан приучили сложности с питьевой водой в поселке, где нет ни колодцев, ни скважин, ни водозабора. Когда в поселке появится вода, ответ на этот вопрос озвучил глава Заполярного района Александр Безумов на встрече с жителями поселка. В Каратайке сложно напиться досыта. Достать питьевую воду в поселке – целое приключение, особенно весной, когда единственный источник воды превращается в непроходимое болото. Спасение одно – запасаться. Представляете, как мы сидели все на строгом пайке с водой. Хорошо, вот эти кубики, которые геологи нам подкинули, у каждого дома, наверное, видели, да, сейчас стоят такие кубики, что мы запасались водой, но это тоже не дело. У кого есть транспорт, это очень хорошо. А есть же люди, у которых нет транспорта, которые не могут запастись. Все эти вопросы жители поселка задали главе Заполярного района Александру Безумову в ходе его рабочей поездки в Каратайку. Что делать? О программе «Чистая вода» здесь и не слышали. Речи не шло не то, что об установках очистки воды, даже о колодцах. В то же время сами сельчане хотят воду сразу в кране. Одно из чаяний жителей Каратайки – водопровод. Сейчас весь поселок черпает питьевую воду вот отсюда. До ближайшего дома – 700 метров, а само озеро скорее напоминает запущенный садовый пруд. Неудивительно, что молодежь не хочет жить в таких условиях и в конечном счете уезжает в город, сетуют жители Каратайки. Сооружение водопровода – дело не одного дня. Найти средства, разработать проект, выстроить водозаборы, установки очистки воды, а главное – согласовать документы во всех инстанциях, включая СЭС. Максимум, что смог пообещать Александр Безумов – попытаться включить эти мероприятия в бюджет следующего года. А это возможно только если поддержку окажет округ. Заполярному району на такой комплекс денег не хватит. На все средства найти, тем более, когда бюджет района финансируется за счет средств бюджета округа, практически более чем на 70%. Ну, сами понимаете, что это достаточно сложно. А значит, человек с коромыслом будет украшать сельский пейзаж в Каратайке еще не один месяц. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал Север. С началом лодочного сезона сотрудники ГИМС проводят техосмотр маломерных судов. Чтобы передвижение по рекам Ненецкого округа было по закону, лодка должна отвечать многочисленным требованиям. Алина Вучейская изучила комплектацию маломерного судна. Порыбачить, съездить за грибами и ягодами – любимое дело Алексея Хомяка. Чтобы речное времяпрепровождение не обернулось для лесника неприятностями, он регулярно проходит техосмотр. В этом году его лодка на проверке тоже в числе первых. Мы поклеили, приехали, чтобы нас свидетельствовали. Ну и все у вас в порядке. Если инспектор проверил, если что не было бы, не соответствовало бы, подписи не было бы, печати не было бы, нам не продлили бы. Не продлят техосмотр в случае несоответствия комплектации маломерного судна согласно судовому билету. Неисправность руля, отсутствие закрепленных сидений, осушительные помпы, стояночных огней влечет за собой запрет на эксплуатацию техники. Лодка должна быть в пенопласт, плавучей лодки, значит. Стекла должны быть полностью никаких, не должно быть деревянные, металлические, самое закрытое, должны быть стекла. Процедура техосмотра довольно проста. Нужно лишь прибыть в пункт проведения ТО, написать заявление и сразу после этого инспектор приведет проверку маломерного судна. Чтобы пройти техосмотр, на каждой лодке должны быть бортовые огни, весла, ну и кроме того аптечка, фонарик, свисток, спасательный линь и на каждого члена экипажа должен быть предусмотрен такой спасательный жилет. Только при выполнении всех этих условий в судовой билет будет ставиться печать о пройденном техосмотре. Сотрудники ГИМС отмечают, соблюдение новых требований важно и нужно в первую очередь самим владельцам лодок. На воде безопасность превыше всего. Пройти техосмотр обязаны владельцы тех лодок, которые за период с 2012 года проводили переоборудование, ремонт или покрытие корпуса судно-пластиком, перегоняли лодочную технику из другого региона, а также после аварии. Освидетельствование лодочной техники проводится по субботам с 10 до 18 часов в лодочном кооперативе Печора в районе Городецкой Курьи. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Мы вновь перервемся на рекламу, и вот что вы увидите далее. Шарокатая, озорная кегля, бриллиантовая рука и еще 17 команд. Несложно догадаться, зачем они собрались. Молодежный чемпионат по боулингу прошел в клубе «Страйк». Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Представители шести из десяти субъектов северо-западного региона, входящих в состав Координационного совета по культуре при Министерстве культуры России, собрались в Мариинмаре. Они поделились опытом, планами и обсудили общие проблемы. В ходе своего пребывания в Неницком округе рабочая группа посетила объекты культуры на территории города. Памятник природы, каменный город, каньон Большие ворота и городище Пустозерск. Также участники побывали в Тельвиске, где ознакомились с работой социально-культурного центра «Престиж». В завершении представители Координационного совета провели заседание, на котором обсудили реализацию региональных программ и выполнение дорожной карты в сфере культуры. Дорожная карта или план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры, один из майских указов президента Владимира Путина. В документе предусмотрен ряд мотивирующих мероприятий в целях сохранения и развития российской культуры. Сам по себе этот указ – это большое благо для культуры всей Российской Федерации, потому что впервые на нас посмотрели и, собственно, сказали, что же это такое, надо же все-таки как-то жить и богато, и эффективно, скажем так, потому что в указе говорится не только о заработной плате, как мы знаем, но также, в общем, об эффективности работы. Участники заседания отметили, проблемы в части выполнения дорожной карты есть, причем у всех регионов они одинаковые. То, как задумывал президент Российской Федерации, у нас пока не получается так оптимистично, то есть зарплату, да, мы выдерживаем, все пошагово, что касается эффективности, к сожалению, здесь оставляет желать лучшего. То есть люди это воспринимают как должное. Ситуация, сколько получаю, настолько и работаю, сложившаяся за долгие годы в области культуры, сегодня с помощью президентских указов должна быть переломлена. Для этого нужно воспитывать новые кадры и в целом поднимать престиж работы в сфере культуры. Нам не хватает действительно профессиональных вот этих кадров. И суть нашей встречи еще и к тому, чтобы как-то завязались контакты, мы могли увидеть вас прекрасные коллективы, именно профессиональные. Потому что у нас, к сожалению, нам не хватает классической музыки, да. Мы вот сделали джазовый фестиваль, который в этом году пятый год, и я считаю, что небольшая победа. Кадры по этапное повышение заработной платы и эффективности работы – это далеко не все, что предусматривает собой программу развития отрасли культуры. К 2018 году по указу президента в разы должны увеличиться такие показатели, как число учреждений культуры и их посещаемость, количество участников культурно-досуговых мероприятий и особенно увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Места боевой славы наших земляков на мурманском направлении Карельского фронта посетила экспедиция из Неницкого округа. В состав отряда из 10 человек, которые возглавили известные краеведы Андрей Николаев и Вера Буркова, вошли в жители сел Великовисочное, Оксино, Ома, Несь, поселков Индига и Красное. Из экспедиции они привезли не один десяток артефактов. Более 250 человек из Неницкого округа погибли на фронтах мурманского направления. Посещение мест сражений и пунктов и дислокации войск, где служили солдаты, стали основной целью экспедиции. Отрядом совместно с Центром патриотического воспитания Мурманской области был облагорожен памятник, установленный в честь легендарной 31-й Оленной бригады. Пока мы есть, пока с нами есть молодежь, есть уверенность в том, что вот этот мостик будет ремонтироваться, есть уверенность в том, что этот памятник будет поддерживаться, есть уверенность в том, что наступит время, когда все имена погибших оленеводов будут увековечены на этом маленьком оточке. Члены экспедиции посетили церемонию торжественного открытия остеллы в Титовке, приуроченной к 70-летию освобождения Заполярья. Всего членам групп подалось посетить более 15 мест, где велись сражения с участием наших земляков. Огромное такое впечатление на нас произвел хребет Мусто-Тунтури. Это рубеж, на котором немцы были остановлены при подходе к полуостровам Средний Рыбачий. То есть рубеж, где стояли насмерть, где шла война на голых скалах. Ребята все под впечатлением, потому что до сих пор там и мины осколки, и гранаты лежат. Старые гильзы, солдатская каска, котелки – эти и другие артефакты с боевых мест привезли участники турпохода. Предметы исторической ценности будут переданы в общественный музей поселка Красное. Следующая большая экспедиция планируется в июле. Группы поисковых отрядов Архангельской области отправятся на Кольский полуостров. Выбить максимальное количество страйков и завоевать первое место. В боулинг-клубе «Страйк» прошел четвертый молодежный чемпионат по боулингу «Золотой шар». Участие в нем приняли 20 команд. Сборная нашей телерадиокомпании была в числе участников. Призовое место мы не взяли, но сюжет о празднике подготовили. Нефтяники, озорная кегля, шарокаты и другие команды собрались, чтобы сразиться в чемпионате по боулингу. Здесь как постоянные посетители, те, кто участвует уже не первый год, так и те, кто взял в руки шар впервые. Алексей Волков участвует с первого турнира. В прошлом он чемпион в составе другой команды. В этом году также настроен на победу. Я не занимаюсь так, иногда мы ходим играть для своего удовольствия. Сегодня, конечно, турнир очень сложный. Руки трясутся, но ничего, мы играем. Я думаю, что в финал попадем. Надеемся, во всяком случае, на это. Бросок за броском. Не все пришли сюда за победой. Многие собрались отдохнуть и поиграть в свое удовольствие в команде друзей, коллег или товарищей. Сотрудники ненецкой телерадиокомпании также приняли участие в чемпионате и опробовали дорожки на прочность. Я играю так изредка, раз, наверное, на третий вообще боулинг играю, так что мне не сложно. Ну, точно не сложно. Но вроде получается так ради интереса, ради веселья, а не каких-то там высоких целей. Турнир организован Центром поддержки молодежных инициатив в рамках Дня молодежи и приурочен к году физической культуры и спорта. За один день прошло пять игр на четырех дорожках. Всего за победу боролись 20 команд. Четыре команды, набравшие большее количество очков, вышли в финал. Проводим мы его, потому что он пользуется спросом. У нас очень много команд, которые очень увлекаются боулингом, так сказать. И поэтому мы еще больше направлены на популяризацию в округе именно этого вида спорта. По итогам соревнований дня первое место завоевала команда «Шарокаты». Они набрали 589 очков. Второй стала команда «50 на 50». Третье место заняла «Бриллиантовая рука». Четвертое место в номинации за волю к победе получила команда «Ноунейм». А лучшим игроком объявлен Алексей Волков. Илья Сахаров, Роман Ручков, Вадим Стасек, Телеканал «Север».